Доброхводные дружины – помощники и сотрудников внутренних справ в Ахове громадского парадка. Рух объединяет людей с активной жизненной позицией, которая не на словах, а на справе садейничает безопасность и парадку в своих населенных пунктах. Как прийти на допомогу людям, доброхводные дружины должны иметь пыльные веды и навыки. Проверить их уровень призваны отмисловые конкурсы. Вольга Борисевич протягнет. История доброхводных дружин у нашей краины началась в конце 50-х годов, минулого 100-го года. За долгий час такие формирования не остратили актуальности. Сегодня на Гродинщине 208 дружин. Яны объедновывают свыше 2000 человек, на яких ускладены широк задач. Это, конечно, взаимодействие с участковыми инспекторами, несение службы со службой патрульно-постовой службы милиции, ну и взаимодействие с инспекторским составом. Выявление правонарушений очень помогает нам они в проверке лиц пожилого возраста с учащившимися мошенничествами в сфере высоких технологий. Ходят, предупреждают. Также профилактические буклеты разносят на предприятия, организации, то есть оказывают помощь участковым инспекторам милиции. Ну и тоже такие немаловажно участвуют в процессуальных действиях, там в рамках нашего законодательства, понятыми. Дружинники повинны ведать кодекс об администрационных правопорушениях, иметь навыки по медицинской подрихтовке и стральбе. Ихай себе на дежурстве с потребица не все лишними ведения будут. Накольки помощники милиции подрихтованы и компетентны, вызначить призваны отмысловый конкурс. В Ленинском районе Гродно селита у делу им приняли 8 дружин. Первый тур у нас был – это знание законодательства, также теория и практическое решение задачи. Думаю, каждый дружинник должен сам обладевать данными навыками. Собственно, сейчас мы будем стрелять. Я не думаю, что это пригодится в нашей работе, но все же это имеет место быть. Также мы оказывали первую медицинскую помощь. Я считаю, что каждый дружинник должен уметь и знать, как оказывать первую медицинскую помощь. На юридичном факультете Купаловского университета первая доброхвотная дружина была створена в 2011 году. У сенешней больше 30 человек. Стать дружинниками студенты могут с 18-ти годов. Сами они звертают увагу. Это выдатный опыт для нас, как для будущих юристов. Тому отмавляться дьягоня варта. Добровольная студенческая дружина, она в принципе помогает нам проявить свою активную гражданскую позицию. Так как мы учимся еще и на юридическом факультете Гройнского государственного университета имени Янки Купалу, это действительно дает нам дальнейший опыт, который мы будем осуществлять уже после окончания нашего университета. А если уже говорить про то, чем занимаемся мы в рамках добровольной студенческой дружины, то это естественно мы выходим на дежурство два раза в месяц. Одной из главных задач добровольной дружины является патрулирование города, ну и помощь сотрудникам органов внутренних дел. Сирот дружинников немало представниц прыгожей половы. Лариса долучилась до руху пять годов тому. Раз на месяц разом с коллегами выходит на дежурство. Вы не глядите, что мы жанчины, означая Лариса. Подрыхтовка у нас высокая. Последний раз мы участвовали в 2019 году. Мы заняли первое место в администрации Ленинского района. И пошли на областные соревнования, где мы были вторые. Уступили только Азоту. И лучшие по медицине. В этом году мы получили победу. Все лето у агульнокомандным залику дружина Лариса заняла другое место, пропустивши на первое доброохводников юридичного факультета Купаловского. Помеж командами шла боротьба за лидерство у каждой конкурсной дисциплине. У рашене тестов и стральбе лепшими были студенты. А вот у медицинской подрыхтовцы работники пошты не отдали перемогу. Стабильность подчас конкурсу показала команда гарбарного объединения. Яна и в агульнокомандным залику и в дисциплинах все лето стала третьей.